Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, всех вас поздравляем с прискорбным днём, со святой, преблагословенной субботой. Этот нынешний день, который предшествует Пасхе Господней, Дню Воскресения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, наверное, невозможно отделить от Великого Четверка, от скорбных дней Святой Пятницы Господней. Но, тем не менее, сегодня тот день, когда Господь пребывает телом во гробе и душою пребывает в ааде. Потому что таков был закон, таков было Божие благословение после грехопадения наших прародителей. Еще до Воскресения Господня все умершие люди сходили в аад и там пребывали, ожидая пришествия Христа Спасителя, разрушения уз адовых и воскресения из мертвых. И вот Господь, принявший на Себя человеческую плоть, прошедший всю жизнь человеческую, не сотворив ни единого греха по закону Ветхого Завета, тоже должен был сойти в аад и сошел. Но ад над ним уже не имеет никакой силы, потому что пришел в аад совершенно безгрешный человек и воскрес. И вот Воскресение Христово ожидаем мы уже, вот скоро-скоро даст Бог в эту преблагословенную ночь. Нынешнему дню предшествовала вчерашняя Великая Пятница, «Когда Господа распяли, Господь за нас на кресте вкусил смерть, произнес, свершилось и испустил дух». И вот его тайные ученики, Иосиф Аримафейский, святой праведный Никодим, которые при жизни тайно приходили ко Господу, видимо, так зрела их душа, зрело их сознание, ныне пришли уже совершенно явно к Пилату и просили, чтобы Пилат дал бы им тело Иисусова. Мы знаем по вчерашним событиям, братья и сестры, что когда погребли, приготовили тело Иисусова и погребли его во гробе, который Иосиф Аримафейский приготовил для себя, его гроб закрыли тяжелым камнем, а иудеи, помня о том, что он грозился воскреснуть, грозился восстать из мертвых, в третий день воздвигнуть храм тела своего, его, они гроб опечатали, на камень наложили печати и спросили у Пилата, чтобы к этому гробу еще приставить и охрану, стражу, потому что говорили, что ученики могут прийти, выкрасть тело и снова потом какой-то распустить слух и говорить о том, что их учитель ожил. И таким образом они, как бы с одной стороны, злобствовали дальше на Иисуса Христа уже по смерти, уже умершего, но с другой стороны они сделали все, что удостоверяет нас в искренности, в истинности воскресения Христова, потому что никто не скажет, что была нарушена печать, что воины отошли, хотя потом и говорили о том, что они якобы уснули, но тем не менее римская стража не имела права спать в ночи, потому что это грозило смертной казнью, и таким образом все эти якобы отягчающие обстоятельства явились подтверждающими обстоятельствами. Они уверяют нас в искренности воскресения Христова. И вот постарались ради Господа его тайные ученики, жены мироносицы далее придут ко гробу, но нам важно понимать, что ныне сошел во гроб, сошел во ад необычный человек. Мы знаем с вами, что на всем протяжении истории рода человеческого были знаменательные личности, одарованные, талантливейшие, казалось бы, личности эпохи, люди своего времени, но проходило это время, проходило оно молниеносно, и казалось бы, где их память сейчас? Их память, пишет нам в Священное Писание, погибла с шумом. Каждая слава человеческая, она как туман, как дым, который развивается ветром. Но об одном человеке знают, помнят все, даже люди неверующие, которые якобы отрицаются, отказываются от креста, они тоже, тем не менее, упоминают его имя, потому что говорят, что мы живем в нашей эре, в наше время, а исчислением является все равно Рождество Христово. И так я упоминаю, что по календарю, по одному от сотворения мира, по иному от Рождества Христова, и все равно понимают, что самой значимой личностью является Господь Иисус Христос, потому что Он не просто необычный человек, Он Бога-человек. И Господь сегодня в эти дни явил и свое снисхождение к Богу человеческому, и явил славу, далее своего крестного страдания, сошествия в ад, и еще явил славу своего преславного воскресения. Нам об этом важно помнить. Это дни евангельские, дни Господни. Дай Боже их проходить с благоговением, проходить их с трепетом, размышляя об этих событиях. И сегодня вместо херубимской песни пелось «Дамолчит ныне всякая плоть человеча, и доничтожа земное в себе помышляет». Этот день, братья и сестры, по возможности проводим теперь уже не в суете, не в уборках, не в мойках, не в стирках, не в закупках, а проводим его в богомыслии. Хотя бы един день перед Пасхой Христовой крестьяне должны посвятить и провести, размышляя о том, что Господь ради нас, ради меня конкретно, сошел в ад и теперь терпит пребывание в аде, но ожидаем мы все его преславного воскресения. Вас с этими событиями Священного Писания поздравляем, желаем вам их переживать благодатно, душевно, размышлять над ними и сподобиться встречать светлое Христово в воскресенье. Далее, братья и сестры, по традиции нашего храма, начало исповеди на вечерней службе уже будет в 22.30, в 23.30 в половине 12-го начало полуночницы, далее, после полуночницы, крестный ход на пасхальную заутреннюю. Сегодня совершается освящение Пасок, Куличей, готовимся ко светлому Дню Христову, чтобы уже не завтра отягощаться суетой и хлопотами, но сегодня приготовиться. Но напоминаем вам, что после освящения Куличей и Пасок их сегодня еще не внушаем до Пасхи Господней. Кто, братья и сестры, еще не озаботился наличием Куличей, Пасок, пожалуйста, можно их приобрести, наша пекарня постаралась, поэтому просим вас, пожалуйста, приступайте, приходите, готовьтесь к Пасхе Христовой. Поздравляю вас. Песхе Христовой, Песхе Христовой, Песхе Христовой, Песхе Христовой, Песхе Христовой, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok